Обзор по паре доллар-иена, часовой график. Прогнозы со стороны ФРС все еще могут не позволять американскому доллару укрепиться и, соответственно, продемонстрировать ту самую цену, на которой как минимум находились котировки доллар-иена перед публикацией сильной статистики Соединенных Штатов в прошлую пятницу. По этой причине, вероятнее всего, сегодня можно будет наблюдать очередной импульс коррекционного движения, который в перспективе может достичь в нижней своей точке уровня поддержки 114.09. Именно заключение сделок на покупку, не исключено, что именно данного уровня, наиболее выгодный уровень для покупок, следует осуществлять именно от наиболее выгодных ценовых уровней. Также здесь, скорее всего, в перспективе ближайших двух торговых сессий для торговли подойдет метод усреднения, когда известно многовероятно общая направленность рынка. Это поддержано фундаментальными факторами повышения процентной ставки и, скорее всего, позитивными прогнозами со стороны ФРС. И, соответственно, единственным неизвестным моментом на текущий момент остается именно точка, от которой начнется очередной восходящий импульс, который, как отмечу, учитывая всю имеющуюся информацию, более вероятен, чем падение на данном рынке. Поэтому при соответствующих технических сигналах, подтверждающих дальнейшее восходящее движение, рекомендую заключение сделать сделок именно на покупку. Опять же повторюсь, что на европейскую окончание азиатской сессии, вероятнее всего, произойдет дополнительная коррекция, которая позволит заключать сделки на покупку. Рекомендую рассматривать покупки не раньше, чем от уровня поддержки 114.54.55, что представляет собой 50% от роста котировок данного рынка в конце прошлой недели. И, соответственно, может послужить хорошим стартом для дальнейшего роста. Падение ниже данного уровня не исключено, поэтому именно сделки посредством усреднения в данном случае могут быть наиболее перспективными.